Всем привет! Меня зовут Мария, и добро пожаловать на мой канал, где я говорю о фонетике русского языка. После того, как я начала вести этот канал, я не один раз столкнулась с таким непониманием, зачем вообще так много говорить о фонетике, о чем там можно говорить. Что самое важное в изучении языка? Донести свою мысль до адресата, сделать так, чтобы тебя поняли в данной конкретной коммуникативной ситуации. А зачем стремиться к идеальному произношению, если тебя и так будут понимать? Зачем избавляться от акцента, если акцент — это моя изюминка? Сразу скажу, что я не спорю с этими утверждениями и с этими вопросами. Я тоже считаю, что самое главное в общении — донести свою мысль до собеседника. Но всё-таки мне есть что сказать на эту тему. И чтобы более структурированно ответить, я бы выделила четыре случая. Представим первый случай. Вы изучаете русский язык, ваш прогресс идёт замечательно, вас понимают, вы понимаете более или менее носителей русского языка. И всё, что вы хотите изучать, всё, чему вы хотите учиться больше и дальше — это грамматика, сложные случаи грамматики, лексика, новые слова, фразеология. И то, как выражаются носители языка. Вот что вам интересно. В данном случае, ну, конечно, вам не обязательно тратить каждый день много времени на занятия фонетикой. Вам совершенно не обязательно проходить специальные курсы. Вам не нужно комплексовать. Вы уже достигаете своей цели. Но представим другую ситуацию. Вы начали изучать русский язык и изучаете его уже около года. Изучали вы его с неносителем русского языка или самостоятельно? И вот теперь вы хотите общаться с русскими людьми или вы приехали в Россию и сталкиваетесь с тем, что вас не очень хорошо понимают. Вас постоянно переспрашивают. И вы постоянно чувствуете такую неловкость за свой язык. Вам кажется, что вы вроде много знаете, но никак, никак у вас не получается нормально наладить коммуникацию. В данном случае стоит ли мне вообще рассуждать о том, что без фонетики вы далеко не уедете. Нужно уделить какое-то количество времени, чтобы поставить эту базу, сформировать ее заново и дальше уже коммуницировать спокойно. Давайте рассмотрим еще один случай. Вы изучаете русский язык. И русский язык это не единственный иностранный язык, который вы изучаете. Вам в принципе нравится изучать иностранные языки. Вы получаете удовольствие от процесса. И вы, когда изучаете какой-то язык, понимаете, чувствуете, что это не просто слова, насаженные на грамматическую структуру. Это какая-то музыка. Каждый язык имеет свою мелодию. И вам хочется копировать эту мелодию, говорить как носители языка. Таким людям просто интересно заниматься фонетикой. Им даже не нужно никакой дополнительной мотивации. Им просто интересно. Это просто доставляет им удовольствие. У вас меняется голос, когда вы говорите на иностранном языке. У вас меняются жесты, меняется мимика. Вы в принципе как будто примеряете на себя другую роль. Вы уже не человек той национальности, которой вы были до того, как вы начали говорить на иностранном языке. У вас уже какая-то другая идентичность. Ну и наконец четвертый случай. Представим, что вы преподаватель русского языка, но ваш родной язык не русский. Или вы дипломат. У вас есть профессиональная потребность в хорошем, хотела сказать идеальном, но не буду. В очень хорошем произношении. Но важная вещь, которую я еще не сказала, но просто обязана сказать. Друзья, даже если у вас есть какие-то небольшие проблемы с произношением, и вы чувствуете, что вы говорите не как носитель языка, ни в коем случае не бойтесь говорить. Чем больше вы практикуетесь, тем лучше будет результат. Это тот случай, когда количество переходит в качество. От кого же вы защищаете фонетику, Мария? Спросите меня вы. И сама я себя спрашиваю. И отвечаю на этот вопрос таким образом. Как человек, работающий на подготовительном факультете, я знаю, что в конце года студентов ждет экзамен. На экзамене их будут проверять, как они читают, как они пишут, как они строят предложения, как они знают грамматику и какой у них словарный запас. И при этом только одна часть всего экзамена посвящена говорению. Проверяют говорение обычно очень демократично. Если вы не делаете критических, фонетических ошибок, то все окей. Вас понимают, и вы сдали экзамен. Но что происходит потом, после экзамена? Студент поступает в российский университет и хочет общаться с русскими студентами. Сталкивается с тем, что его не понимают, что он не понимает. А виной всему маленькое количество времени, которое отводится на фонетику в течение урока. Да, я знаю, что в течение урока у нас очень мало времени, чтобы заниматься фонетикой. Нужно взять новые слова, нужно взять новую грамматику, прочитать еще один текст, проверить домашнее задание. И сделать еще миллион дел, но только не позаниматься фонетикой. Именно поэтому я сегодня записала для вас вот такое видео в защиту фонетики. И я хочу до вас донести мысль о том, что нужно заниматься своим произношением сразу, чтобы не брать с собой ошибки в будущее. И чтобы в будущем уже спокойно говорить на русском языке, не думая о произношении. Хотя и на высоких этапах тоже можно исправить произношение и довести его до совершенства. Ну что же, это все на сегодня. Вот такое видео получилось. Надеюсь, что вам было интересно и полезно потренировать ваше аудирование. Не бойтесь говорить по-русски, но не забывайте думать о том, как вы говорите. Всего вам доброго, хорошего вечера, дня и утра. Пока-пока!